В первом квартале 2020 года Брэд Голлинхаус провел веб-конференцию с аукционерами, в которой рассказал, что CBDC дальше будут внедряться. И то, что пандемия COVID-19, она это, конечно же, ускорит. Как она это ускорит и почему эти события с COVID-19 очень похожи на кризис 2008 года, вы узнаете в этом видеоролике. Что касается рынка криптовалют, то за последнее время мы видим, что рынок ожил, особенно из топа ожил XRP. Он самым больше прибавил за последние 24 часа. Это 7,7%. Что, в принципе, и является подтверждением моего прогноза о том, что, естественно, выход из треугольника здесь произошел. И нас ждет рост. И рост до, как минимум, зоны сопротивления. Это доллар и, в нашем случае, 30 центов нужно пройти. Ну и, соответственно, локальный максимум, который был установлен еще в начале сентября, это доллар и 40 центов за XRP. Что увидели мы здесь? Мы увидели здесь шок-сквиз. Это выкуп скорейшей XRP. Он опустился до доллара и 9 центов. И, естественно, здесь сейчас мы видим, что XRP в рамках того, что происходило на рынке падения биткоина. И XRP, в принципе, по этой заготовке биткоина, по тому, как биткоин падает, он, конечно же, повторяет это все дело. И, как следствие, конечно же, это никак не повлияло на выход из треугольника. Сейчас мы видим, что неделя закрывается благополучно и XRP продолжит расти до доллара 30. И, как следствие, я думаю, что мы увидим рост до тех значений, которые были непосредственно в апреле 2021 года. Это доллар и 96 центов. Если мы говорим про то, как у нас устроен сейчас рынок криптовалют, на что стоит обратить внимание, то, определенно, сейчас мы находимся в рамках флотования. То есть, сейчас биткоин пока растет, пока, в принципе, локально он это делает. Как ни крути, на недельном таймфрейме мы видим, что здесь у нас все-таки уже вырисовывается восходящее движение. То есть, биткоин сам по себе не собирается пока что опускаться. Но, тем не менее, неделя закрывались около 60 тысяч долларов. Это говорит о том, что было заинтересованность крупного игрока. И биткоин еще на недельном таймфрейме, конечно же, подтверждает свой восходящий тренд. Подтверждает то, что, в принципе, он готов параболически расти дальше. И никаких отменов обычного забега здесь быть не может. И речи никакой не ведется. Поэтому здесь, определенно, формация у XRP очень хороша. То есть, XRP выходит из треугольника на недельном таймфрейме. Делает это он вверх. И, соответственно, здесь можно получить параболический рост. И прибыль, я думаю, что средняя от текущих позиций. Если вы зайдете, получится где-то 60%. То есть, если мы учитываем тот факт, что XRP обновит свой максимум этого года. Именно доллар и 96 центов. Говоря про Брэйт Гарлинхауса. Про то, как он, в принципе, отметил, что CBDC будет активно внедряться с пандемией COVID-19. На что, в принципе, имеет место быть ваше внимание. На что стоит обратить. И как криптовалюты, в принципе, похожи сейчас на золото в 2008 году. И чем XRP лучше биткоина, вы узнаете после небольшой рекламной паузы. Единственным вариантом на рынке криптовалют, где реально можно получить стабильный пассивный доход, сейчас является проект Meryeth.ru. И гарантия честности и прозрачности проекта с помощью системы смарт-контракта. Много проверенных людей вкладывается в данный проект и делают деньги на этом ежедневно. Есть ребята, что зарабатывают через этот проект по несколько сотен долларов ежедневно. И очень довольны работой проекта. Ссылка в описании под роликом. Говоря про внедрение CBDC, как ни крути, оно активно ведется. И сокращение использования наличных денег, конечно же, ускоряется. Поскольку здесь поощряются бесконтактные платежи для снижения риска заражения. И хотя это может не победить самых стойких фанатов наличных денег, принудительное введение бесконтактных платежей может убедить молчаливое большинство. То есть, если захотят ввести бесконтактный платеж, а к этому все идет, и как ни крути, старые люди, бабушки, дедушки, они не будут жить вечно. А те, кто еще помладше, да, то есть наши с вами родители, там мамы, папы, то есть они, я думаю, что знают, что такое компьютер. Поэтому здесь определенно уже все ведется к тому, чтобы все было в рамках бесконтактных платежей. Потому что за этим очень легко следить. То есть, самым, в принципе, как ни крути, и что самое ироничное, безопасным способом платежа остаются наличные деньги, да, из рук в руки. Потому что это действительно нигде не записывается, блокчейнов нету. Также в банке эта транзакция нигде не котируется. Соответственно, банк не знает, что вы оплатили ту или иную услугу или тот или иной товар. Соответственно, как ни крути, но наличные деньги, это есть те самые анонимные деньги, которые, в принципе, являются народными деньгами, те, которые люди заслужили, да. И роль правительства, вероятно, конечно, возрастает. И здесь это может облегчить центральным банкам получение необходимого политического мандата на введение цифровой валюты, да. И также стоит отметить, что финансовая система будет испытывать повышенное давление со стороны COVID-19, поэтому опасения по поводу финансовой стабильности, связанные с CBDC, в основном замещение банковских депозитов в CBDC, будут еще более насущными. В то же время будут звучать призывы оградить платежные системы от давления со стороны кредитных частей финансовой системы. И также здесь говорится, что пандемия притасует карты на геополитической сцене. Некоторые страны могут выйти с меньшим экономическим ущербом, что даст им четкую возможность поиграть мускулами, да. И это, по сути, деглобализация, могут усилить попытки установить национальных чемпионов в область сферовых платежей, как частных, так и государственных. Поэтому здесь мы определенно с вами имеем то, что пандемия может расчистить политический путь к введению CBDC. И это неизменно так и есть. Ну, а как вы знаете, то, что вот на официальном сайте ripplexrpl.org написано, что сама Ripple будет стремиться использовать гибкость и настраиваемость, которые предоставляют федеративные боковые цепи, то есть сайдчейны, а именно блокчейн, в своих собственных усилиях по CBDC, что позволит частным реестрам CBDC легко и беспрепятственно соединяться. Поэтому здесь мы определенно видим фаворита мыслящего именно той темой мировой в рамках CBDC. И это определенно только плюс для холдеров XRP, потому что цена XRP в этой стезе, конечно же, может вырасти до небес. Говоря про, опять-таки, сравнение того же Брэд Гарлинхауса, официальное сравнение XRP и биткоина, то, что есть у XRP, что мы имеем сейчас. Это то, что, по сути, 3 секунды обработки какой-либо транзакции, то есть на самом деле раз и все, у вас XRP оказались. У биткоина это 500 секунд. По поводу, конечно же, сборов комиссионных, то это даже не 2 цента, а 2 десятитысячных цента. И, естественно, здесь не может быть такого, как, например, у эфира или у биткоина, когда вам нужно добавить, чтобы ваша обработка транзакций была намного быстрее. Про что я говорю? Про то, что, например, сейчас комиссии эфириума, они снижаются вместе с приближением цены криптовикты к 5000 долларов. Но на самом деле здесь вот снижается газ, да, и это просто снизилось стоимость обработки эфириум транзакций. И, например, здесь вот на протяжении недели это было 50 долларов, то есть 50 долларов вам нужно было заплатить. Для кого-то это, кстати, полумесячная зарплата, чтобы отправить свои эфирки на счет Binance или любой другой ARC20 токен. Не забывайте. И сейчас, кстати, средний показатель равен 35 долларов. Но это все равно много. У Ripple токена XRP такого нету. И его цена, не в зависимости от нагрузки сети и так далее, там подобное, будет всегда 2 десятитысячные за транзакцию, за отправку. По поводу транзакций, сколько XRP может обрабатывать в секунду, это 1500 транзакций, в то время как у биткоина 3 транзакции. Но на самом деле SEO Brad Garnhaus не учил тот факт, что у биткоина есть Lightning Network и через Lightning Network это все тоже стоит дешево и быстро. Но сетью еще мало кто пользуется. И на самом деле там нот не так много, но тем не менее они, кстати, растут. И за последний квартал они выросли на 100%, даже больше. И также речь идет о потреблении глобальной энергии. У XRP токена это все отсутствует, и практически XRP даже стремится и инвестирует в то, чтобы была зеленая энергия, чтобы не засорять планету углеродом, не допускать выпусков этих самых газов в атмосферу. У биткоина это будет 1%. И как ни крути, у биткоина, конечно, здесь явный проигрыш, если мы заботимся об окружающей среде. Но тем не менее, я думаю, что что-то придумают, и как ни крути, перейдут на зеленую энергию, если уже это не делают. Что Garnhaus, в принципе, подчеркнул, и про что он до сих пор говорит, то, что нужно создать прозрачные правила криптографии. И нужно это сделать в США, непосредственно там, где и находится штаб-квартира Ripple. И он не только говорит про свою компанию, чтобы она была прозрачна в рамках инцидента с всех, но и для всех криптовалют. Здесь многое поставлено на карту, поэтому нам нужно, чтобы Конгресс играл ведущую роль в предоставлении рекомендаций и разъяснений не только для стейблкуинов, как это рекомендовано в отчете ПВГ, президентской рабочей группы по финансовым рынкам, но и для криптовалют в целом как можно скорее. Это не должно быть пристрастным вопросом, и некоторые в Конгрессе стремятся подтянуть на себя одеяло. К сожалению, в то время как в США в целом барахтаются другие уважающие и уважаемые экономические центры пользуются преимуществом. Чтобы назвать только один, с MiICA, регулирование рынков криптоактивов, принимая участие всех заинтересованных сторон. Поэтому, чего не хватает, это регулирование. Для Ripple лично не хватает урегулирования, значит, непосредственно того, что собой представляет токен XRP в рамках разбирательств всех. Нужно урегулировать этот вопрос. Ну и вообще, нужно Конгрессу определиться, что вообще делать с криптовалютами и уже задать окончательные правила. Поэтому, как ни крути, COVID-19, пандемия восстанавливает новые правила и даже, возможно, новых мировых игроков. И при этом CBDC не будет введен очень быстро и в одночасье. На это потребуется время. Сейчас власть и остальное общество, оно находится в режиме борьбы с кризисом. И, однако, предыдущие кризисные эпизоды показали нам, что основа подкризисной институциональной базы закладывается в кризисные времена. Мы ожидаем, что дебаты, конечно, начнутся в ближайшее время. Ну, а что думаете вы? Как CBDC, в принципе, решит проблему людей и решит ли оно вообще? И как вследствие вот этих движений с CBDC вырастет цена Ripple XRP? Потому что, как ни крути, но Ripple нацелен на именно усилия по CBDC. И он тоже кидает сюда свои силы. Как ни крути, это все направление развивается. И, кроме того, они также и уже завязаны в смарт-контрактах, DeFi, совместимостью NFT и многими другими системами. Поэтому здесь Ripple хочет сделать из себя полноценную платформу. Поэтому пишите по этому поводу, что вы думаете. Ну, а с вами был Криптовтей. Всем пока и до встречи. Тот самый проект, где многие ребята ежедневно делают очень хорошую прибыль на крипте в проекте миритх.io. Ссылка на проект в описании под роликом. Продолжение следует...